Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, обзор Лиги Европы. 1-8 это первые матчи между Ласком и Мью. Сегодня за Ласк не смогут сыграть это Визингер и Филипп Филиппович. За Мью сегодня не сможет сыграть Грант, Поль Пагба, Поль Пагба и Решмарт. На Ласк сегодня коэффициент 3.94, на ничью 3.32 и на победу Манчестера и Юнайтеда коэффициент 2.04. Недооценивают сегодня, что это Манчестера и Юнайтед в этом матче. Аж такой высокий коэффициент на них поставили. Хотя Ласк неплохо справился с Брюгги. Мне кажется, Брюгги это тоже самый Ласк. Ну, как я уже говорил, что и Мью без проблем справился с Брюгги. И на 1.16 стадии Лиги Европы, обыграв их со счетом 1-6. В то же время, после этого матча, Мью встречался против Эвертона, где сыграл с 1-1 против Мью. Точнее, Мью сыграл против Эвертона 1-1. И была победа на Дерби Каунти в Кубке Англии, где сыграли 3-0. Ну, Дерби Каунти это команда из чемпионата Шипа, если кто не знает. Также была встреча в английском Дерби между Эмью и Манчестером. Была игра между Эмью и Манчестером М-Сити, где в Манчестерском Дерби победил Манчестер Юнайтед со счетом 2-0. Ласк в 1.16 переиграл АЗ с общим счетом 3-1. У Ласка была победа над Хартбергом со счетом 3-1. Было поражение от Зальцбурга со счетом 1-0. И была победа над Митербургом со счетом также 1-0. В общем-то и все, что было за это время после игр последних матчей Лиги Европы 1-16. Возможно в этом матче нас ждет то же самое, что было в матче против Брюгге с Манчестер Юнайтед. В первом матче возможно будет какая-нибудь победа Манчестеру Юнайтед со счетом 2-1. Может будет ничья 1-1. Но во втором матче, когда уже Манчестер Юнайтед приедет домой, то есть в Англию, он просто навтыкает голову в ворота Ласка. И в общем-то будет действительно большая проблема. Ну а здесь Манчестер Юнайтед забивает гол и делает это Фернандеш. Да, как уже сказали, что действительно не зря его приобрели. Как уже сказали, что не зря приобрели Фернандеша вот этого из порту. Его взяли. В общем-то говорят, что действительно очень классный футболист. Да, вот знаете, он попал в долгое развитие. Вот да, в 25 лет только попав в топ-клуб. Да, но действительно сейчас он играет в очень хорошем уровне. Но это не пример, да. То есть для такого же футболиста, да, то же самое Анарелька, например. В 30 лет попал только, допустим, в Челси и заиграл на топ-уровне. То есть до этого, конечно, он играл и в топ-командах, но не настолько хорошо он все равно играл. Вот да, то есть Анарелька попал тогда вот в топ-команду в Челси. И когда ее приобрел как раз Абрамович и пригласил туда Жозе Мауриньо, он приобрел Анарелька. И действительно тогда, что творели тогда Диди и Драгба вместе с Анарелька. Хороший здесь момент мог бы учиться, если бы здесь Манчестер Юнайтед смог бы забить бы. Но неудачно пробили. Пока счет остается 1-0 в пользу Манчестера Юнайтеда. Угловой состоится. Давайте посмотрим, что же из этого момента сейчас выйдет. И здесь могло тоже быть 2-0, если бы мяч отскочил футболисту Манчестера Юнайтеда. Но он к нему не отскочил. Ну и вот, в общем-то, Фернандеш один из таких вот. Его уже многие хвалили и в Манчестере Юнайтеде. И также и другие команды, да, пылочки говорят, что действительно футболист очень топливый. А вы видели игру против Манчестера Сити? Как он там прекрасно действительно сыграл в этой игре. И действительно он футболист топ уровня. Ну что, Аласка к 70-й минуте проигрывает 1-0 Манчестеру Юнайтеду. Напомню, что это 1-8 Лиги Европы чемпионата. 1-8 Лиги Европы. Без чемпионата. 1-8 Лиги Европы. 2-0 здесь сейчас состоится. 2-0. И Фернандеш забивает сейчас гол за Манчестер Юнайтед. Ну что, лично мое мнение, что вот такая же будет игра и в реальности, да. То есть и в матче против Ласка и Мью. Да, сегодня в 23-0-0. Здесь 21-0-0. Будет подобный же матч между Ласком и Мью. Я думаю, что все-таки Ласку здесь делать нечего. И в обоих матчах Ласк проиграет. Что сегодня в Швейцарии, что потом в Англии. Действительно сейчас Манчестер Юнайтед набрал неплохую, так сказать, скорость, да. Обыграв в том же смысле Брагу со счетом 6-1 по ходу двух матчей. Потом была игра против Эвертона, где они сыграли 1-1. Да, это можно сказать так выписать. Потом была игра против Дерби Каунти, где они обошли ее 3-0. Да, вы скажете, это игра команды с чемпионат шипа. Но все-таки с чемпионат шипа не так было. Не так там все просто, да. Все-таки команда из все-таки же Англии. Все-таки это был Кубок Англии. В Кубке Англии почти все коллектива борются за этот трофей. Вот. Ну и также была игра в Дерби Манчестерской, где Манчестер одолел Манчестер Сити со счетом 1-0. Я думаю, что все-таки Манчестер Сити и Манчестер Юнайт сейчас набрал неплохую, так сказать, скорость, фору, да, для себя. Я думаю, что все-таки команда сможет справиться с командой Ласк и обыграть ее на протяжении всех двух, ну точнее двух матчей обыграть. Ну тут будет подобный счет не в этом же матче, но с учетом двух всех матчей. Здесь будет подобная игра, как Брю. И счет здесь тоже будет подобный. Если даже не 6-1, может будет 5-0 или там 5-1 будет счет. Но счет здесь будет по ходу двух матчей очень разгромный для Ласкора. Ну а мое мнение в сегодняшнем матче будет счет 2-1 в пользу Манчестера Юнайтеда. Ну а вторая встреча, я думаю, будет где-то со счетом, ну, не 2-0. Может быть, будет счет 3-0, либо будет счет 4-0 где-то в пользу Манчестера Юнайтеда. В этой игре они пропустят. Ласк будет здесь бороться. Возможно, даже Ласк забьет, даже первый в этой игре. Но во второй игре не будет, так сказать, безответных голов для Ласка. И Ласк выходит. И сегодня Манчестер Юнайтед побеждает Манчестер Юнайтед.